Воспитание спортсмена с самого юного возраста и вела его, и смотрели за ними, за спортсменами. Скажем так, выращивали поколение за поколением талантливых спортсменов. Сейчас ребята пробиваются своими собственными силами в основном. Кто какую имеет школу за плечами, ну, это уже второй вопрос. Знаете, вот мое мнение, что и в наше время было, когда там были любимчики, были нелюбимчики, даже если ты талантлив и не являешься любимчиком тренера, то тебе не пробиться. С другой стороны, просто была возможность, было много секций, и был такой природный отсев. Ох, хорошо сейчас, корыбек забрасывает. Вот, и был природный отсев, то есть была возможность. Хочешь, иди на самбо, хочешь, иди на дзюдо, на бокс. Были открытые дороги. Сейчас, да, такого нету. Ну, и, конечно же, опять же, действительно нет программы, не то что занятий спортом, физической культурой. Государство это бросило на самотек. И действительно, дети, большинство, посмотришь, там сидят в этих гаджетах, уткнулись, и животики, и анемичность. Ну, об этом мы поговорим в перерыве. А сейчас, я думаю, что у Людвига есть определенная проблема с сближением. Не знаю, насколько... Не только с сближением. Каннебег очень хорошо перемещается. Ударная техника тоже у него поставлена неплохо. Ну, и... И пока месть не дает Людвигу, да, не дает Людвигу работать. Но, смотрите, он тоже демонстрирует. Пытается, да, забросить свою правую ногу. Показать, что он может, да. Ну, вот у меня... Смотрите, выдернул, да. Да, вопрос. В ударной технике, да, ты не силен немножко, скажем так. Не спешите, не спешите с выводами. Посмотрим, посмотрим. Но я просто, опять же, смотрю, вольная борьба там. Та-та-та. Проход, проход, где в ноги. Вот, знаете, как ударной технике... Иногда это надо подготовить. Согласен, вот я вот хочу, хотел сказать, что покажи, обмани соперника, покажи, что ты собираешься атаковать по второму этажу и сделать проход в ноги. Ну, он делает такие небольшие позиции, вот, они немножечко заметные, но, если вы посмотрите, Людвиг постоянно вот поджимает, поджимает, поджимает. Видите, дернул, и он видит, он видит удары. Не, ну, дальняя дистанция пока позволяет обоим парням увидеть, успеть увидеть начало ударов. Какой нырочек был хороший. Ну, вот, Людвиг мне начинает нравиться тем, что вот использует защиту. Причем защиту с небольшими отскоками и очень быстро возвращается, то есть готов контратаковать, отвечать. Это от тяжечки, он оттянулся больше и... Сейчас, да, от прыгнул. Ну, здесь Людвигу я бы, допустим, если был бы в углу, да, вот, все правильно он делает, прессовать соперника, пусть Канебек машет руками, сбивает дыхание, устает. Не только устает, вот видите, был такой вот маленький звоночек, он, Людвиг, коснулся. Люди грамотно обрезают сейчас углы, то есть по боксерским меркам работает просто перфектно. А, нет, не бросается, не бросается. Чуть-чуть притормозил Людвиг. Не получился у него проход. И сейчас борьба у сетки. Тоже такой один из очень неудобных элементов, когда невозможно развернуться и повернуться, когда противник прижимает к сетке. Вот сейчас Канебеку удалось чуть-чуть оторвать от сетки. Пытается он получить полный маунт. Красавец Людвиг. Вот это работа Вольника. Вот здесь очень опасное положение. Сейчас может попасться в треугольник. Надо выдернуть, вернуть сначала руку. Нет, не удастся, не удастся бедрами придушить Людвига Канебеку. Здесь есть небольшой треугольник, но он не совсем правильно зафиксирован. Да, под плечом, видите, идет нога. Но он сейчас может дотянуть, дотянуть то, что и старается сделать Канебек. Надо отжимать, отжимать. Сейчас использовать левую руку Людвигу и отжимать от себя. Поднимайся, поднимайся, Людвиг. Чуть-чуть ножки под себя подобрать. И накатывать, накатывать на Канебека. Неэффективно он прихватил его. Людвиг прижимается ближе к груди. Выходит на него, надавливает. Да, сейчас просто выключил руки Канебека, Людвиг. Все. Действий, активности нету. И раунд еще закончится. Но если вы видели этот глубокий вдох, который сделал Людвиг, это говорит о том, что немножечко придавил его, поработал. Сбил дыхание. Ну, пережать, по сути, диафрагму бедрами, хочешь не хочешь, да, там грудная клетка, невозможно распрямить грудную клетку. Но, тем не менее, мне очень понравилось в Людвиге это то, что, в общем, находясь достаточно для себя, я бы не хотел говорить, опасной, неудобной ситуации, вот здесь вот Людвиг провалился. Ну, это изначально, когда, в самом начале раунда, работа. Что, вот как он вел себя спокойно, вот без истерики, находясь вот возле сетки и под своим соперником? Это говорит о опыте и наработках. Вот, вот, вольника. И здесь вот все правильно, Александр. Я с вами соглашусь, что каким бы ты не был крутым ударником, бороться тебе надо учиться и этому очень много времени отдавать. И вот мы прекрасно увидели вот то, как опыт именно вольника и поможет сейчас Людвигу избежать довольно-таки неприятной для него ситуации. И второй раунд. Пять минут второго раунда. Повторяется у нас история. Людвиг подустал, да. Немножко он загрузает на ногах. Начинает опасно уже не отрабатывать на ногах, разрывать дистанцию, а начинает уклоняться телом назад. И может получить неприятную порцию, если, допустим, сейчас Каныбек покажет ложную атаку, а потом пойдет атаковать более реально. Ну, смело этот парень, Людвиг. Ну, пока не все получается у него. Да, пока он все видит. Очень хороший отскок. Не дал Каныбеку пройти в ноги. Посмотрим, что они нам покажут в борьбе с захватами. Пытается Людвиг свалить Каныбека весом своего тела на канвас. Людвиг еще успевает посмотреть на тренера и получить установки. Красавица. Заметили, Людвиг прихватил голову и отпустил ее. Да, там можно было бы взять замочек. Вот то, что он сейчас и сделал. Да, сейчас вот... А, и опять отпустил. Да. Но продолжение атаки идет. Теперь поменялись позициями. В первом раунде Каныбек прижимал к сетке Людвига. Теперь Людвиг и атакует сверху. В очень неудобное положение попадает Каныбек. В общем, Людвиг, да, отжимает локтем его. Я ожидал сейчас увидеть несколько ударов от Людвига. Вроде бы удалось ему левой рукой отжать голову. А вот... Позиция всадника, это очень опасно. Да, полный, полный маунт в ММА. Когда ты сидишь на груди своего соперника. Просто вот, мне кажется, сейчас просто нужно вот удар молоток. Просто бить сверху ребром ладони, сжатой в кулак. И не стараться что-то там просунуть. Несколько ударов под предплечьем, они могут сбить вот этот защитный блок Каныбека. Ну, видите, опять же, уперевшись в сетку, очень маленькое расстояние. И неудобно работать, как и одному защищаться, так и другому атаковать. Людвиг переходит на болевой, старается. Вот захватить сейчас можно было сделать обратный болевой. Это очень опасное положение. И быстрее всего. Все, здесь нужно останавливать бой, да. А, там были удары в затылок? Или подобные удары? Да нет, я, если честно, я не увидел ударов по затылку. Закручивал кулачок, руки. Рефери, рефери просто... Перестраховался. Немножечко подкорректировал. Наваливай, наваливай. Забрать надо руку и забрать под колено Людвику. Вот видите, кстати, вот, что сделал Каныбек. Он просто выбросил руку. И в тот момент, когда размашисто Людвиг выбрасывал, получил тоже удар. Александр, смотрите, вот видите, вот свободная рука Каныбека. Почему не взять и не сделать болевой, обратный болевой? Ну, дело в том, что так можно потерять позицию. Здесь надо очень обдуманно переходить. Ну, в принципе, да, соглашусь. Вот сейчас Людвиг перекрыл ему две руки и, как видите, просто идет одной рукой атака. Да, но носит практически беззащитную. Да, защитная атака здесь, она приводит только к одному. Ну, еще минута осталась у нас второго раунда. Если героический Каныбек выдержит это, я не представляю, что будет с его головой, потому что даже самый малейший удар, это идет микросотрясение. Здесь просто нужно понимать, что это, скажем так, маленьким молоточком деревянным тебя стучат тебе по голове. То есть один-два удара, а ты вроде бы как и не замечаешь. А потом это становится больно, и у тебя уже начинает голова звенеть. Да, дело в том, чтобы тут не было потом осложнений. Иногда на ринге ты этого не чувствуешь вообще ничего. Ну, пока ты под адреналином, да. Ой-ой-ой, все, надо останавливать бой. Каныбек уже не защищается. Он все пропускает. Все, и по-моему... Ну, я скажу, ну, я скажу одно. Ну, у рефери есть садистские наклонности. Нет, вы знаете, иногда человека поднимают раньше, а потом противник, который проиграл, говорит, я защищался. Ну, я вот не знаю, в боксе есть правило, да, там, если ты дюжина ударов, допустим, в Нью-Джерси, это дюжина ударов, где-то там чуть-чуть больше. Но если у тебя нет активной защиты, а мы здесь видели сначала активную защиту, пытался как-то Каныбек перекрыться ладонью, да, а вот последние шесть ударов у него практически ладонь не двигалась. Да, да. Я даже подумал, что он потерял сознание. Там рефери мог поднимать, и однозначно ситуация была падавая, поэтому я смотрю, у нас поединок продолжается. Ну, да, поэтому я говорю, что рефери, как бы, ну, опять же, с другой стороны, работая как рефери, всегда смотришь за глазами боксера, насколько он фокусирует взгляд на тебе, насколько они там в тумане или не в тумане, насколько он реагирует на твои вопросы. Вот. И думаю, что как раз вот рефери и, ну, более контролировал Каныбека, нежели нам отсюда было видно. Да, вот здесь вот несколько ударов прошло, довольно-таки неприятных. Да, но тем не менее, вот если вы помните, по первой схватке у нас Антон так атаковал сверху, да, а Юрий, по-моему, да, Юрий не отвечал снизу. То есть здесь мы видим немножечко другую ситуацию. Мне кажется, что просто первые ребята, ну, не совсем вот были заточены под то, чтобы наносить удары. Все-таки у них как-то более как-то борьба сидела в голове. Ну, здесь я просто Людмику большой респект. Делает он все вовремя. И самое главное, что он умело чередует ударную технику с борьбой. То есть он универсальный такой солдат, если так можно сказать. И это вот у меня лично доставляет удовольствие огромное. Да, и несмотря на ту усталость, которая у него была в начале второго раунда, она, скажем так, как испарилась на глазах. Говорят, открылось второе дыхание. Посмотрим, что у нас получится в третьем раунде. Противники собраны, друг друга уже изучили, уже знают, кто что может. Людвиг опять поджимает, дергает. Вот я бы сейчас посоветовал бы Людвигу действительно чуть-чуть раздергать соперника. Слишком все идет откровенно. То есть здесь не так много комбинаций, которые ты можешь нанести. То есть есть определенный вот такой узкий коридор, по которому ты можешь пройти. А здесь вот показать, допустим, левый, ударить справа. Ну, подменить руку. Ой-ой-ой, как хорошо Каныбек сейчас вертушечку запустил. Как Людвиг успел увидеть это? Людвиг все контролирует. Капу нельзя вынимать. Ну, наверное, существуют какие-то проблемы с носом тоже где-то при падении, либо при ударе. Все равно, вынимание Капы, это сразу, то есть отказ от борьбы. То есть надо, по крайней мере, отчитывать нокдаун. Опять же, это, скажем так, наблюдение. Ну, если здесь допускается это, то ради бога. Покрытие уже немножечко скользкое. Да, здесь протирают, как ни протирают, очень большая влажность. Это стоит все на воде. И здесь недалеко Днепр, поэтому мы вот сидя в 20 метрах чувствуем влажность. Вы знаете, наверное, самая большая влажность, это то, что уже спортсмены успели спотеть. Нет, Александр, софиты, вот под софитами температура порядка 40 градусов. И влажность, и простой конденсат вот на конвасе, он еще, видите, немножко такой синтетический, не брезентовый. И там, опять же, голые пятки проскользнутся, ну, легко довольно-таки. Главное, чтобы это не произошло во время удара. Дай бог. И каждый сейчас из парней понимает, насколько великатся на ошибки, поэтому и более позиционная борьба идет. Никто не рискует погрузиться в такую долгую, глубокую атаку. Все ждут первой ошибки. Кто, 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 кто останется на месте и расслабит внимание. Сейчас левой рукой чуть-чуть Людвиг достает подбородок Каннебека. Людвиг очень опытный спортсмен. Он каждый удар делает с уклоном, что дает возможность при контратаке свободно уходить от ударов Каннебека. У нас времени остается все меньше и меньше. Каннебека быстрее всего. Ну, говорите, 30, 3,5 минуты. Александр, у нас куча времени еще. Куча времени, но ее остается все меньше и меньше. Просто вот, опять же, сейчас Людвиг, видите, уходит на правую руку. И здесь просто нужно сделать заход правой ногой с ударом правой. То есть соперник как раз на правую идет. А Людвиг дает возможность. Если раньше он в первом, втором раунде великолепно резал углы, то здесь сейчас немножко дает Каннебеку двигаться, уходить от себя. Ну, опять же, то есть может он просто уже не в состоянии догнать его. Или экономит силы на более какие-то конкретные действия, которые известны только ему. Ну, опять же, пытается получить полный маунт Людвиг. Похоже, этот раунд тоже будет за Людвигом. Сейчас, почему Каннебек не наносит вот левую? Несколько у него было позиций, когда он смог хотя бы сделать тычок левой как-то. Если вы заметите, где Людвиг держит... Да, он контролирует на бицепсе. То есть не дает хорошо закрутить руку. Но я говорю, что не удар, а тычок. Ну, сейчас Людвиг, да. Суши, суши, суши ему. И как одно мгновение пролетел третий раунд. Но это для зрителей. А для тех, кто там, это, наверное, длилось вечность. Да, как сказал Химик Дуэй, если вы хотите понять, что такое время, войдите в ринг и проведите три минуты. Да, и по своему опыту могу сказать одно, что иногда три минуты длятся бесконечно долго, а иногда пролетают как одно мгновение. Да, но Эрнест, если мне не изменяет память, сам очень увлекался боксом. Да, боксировал, да. Ну, а больше всего он любил выпить рому в одном из многочисленных баров. И завязать хорошую потасовочку. И еще нельзя забывать охоту. Одно из любимых занятий. А, еще и рыбалка. Ну, старик и море и много других произведений. Замечательное произведение. Ну что, то, что Людвиг здесь победил, не знаю, как у вас, Александр, у меня с вами не вызывает. Но, опять же, давайте дождемся вердиктора с наших судей. Да, браво ребятам. Сергей Брыль действительно абсолютно прав. И мы отдаем респект и Людвигу, и Канепеку. Кто у нас готовится на следующий бой? А, я не знаю, потому что, Александр, весь файт-карт, который идет от 1 до 9, уже перемолот. Я думаю, что здесь, как бы, очень хороший менеджмент. То есть, изначально у нас девочки должны были выйти в ринг. Но тот, кто построил файт-карт таким образом, сделал очень замечательную вещь, поскольку первые два поединка, они зададут настроение на следующие бои. И Людвиг побеждает. Огромный респект Людвигу, спаси ее большое Канепеку. Может быть, что-то не получалось у Канепека, но упреков ни тому, ни другому бросить просто не вправе. Я хотел бы еще, чтобы вы сделали тоже такой акцент, который был в самом конце, когда два спортсмена пожали друг другу руки и поблагодарили быстрее всего словесно за...